И всем привет, ребят, с вами Сарбанька, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен обзору, мы сегодня вместе с вами находимся на нашем тестовом сервере и уже, ну, наверное, практически все выпустили видосы, я, как всегда, немножечко запаздываю, но хочу посмотреть на новый обновленный интерфейс в бою, высказать свою точку зрения по этому поводу. Я, честно, еще не заходил, не пикал, не смотрел, как он выглядит, но сейчас мы все это вместе с вами увидим. Единственное, что хотелось бы сказать, это то, что вы, конечно же, поддержали данный видос лайком за, ну, не сказать, что, конечно, скорость, но за такую тематику, которая, возможно, как-то еще будет развита в дальнейшем. Поэтому, если вам такая темочка интересна с моими замечательными обзорами, то было бы очень неплохо, если вы проявили свою активность и поддержали данный видос. Так, ну, а мы пикаемся смотреть, что же там такое и высказывать свое мнение по всему увиденному. Я, если честно, даже в предвкушении, я, честно, видел только пару скринов, не смотрел видеоролики, которые ребята записывают по этой обнове, дабы остаться как-то при своем определенном мнении, и что я вижу? Я вижу, что у нас расходка показывается справа, овердрайв батарейки, две коробки с устройствами, это, получается, устройство на пушку иммунитет, да, я так понимаю, на корпус, показывается там, но... Вот эти нижние панели не очень сильно меня, если честно, впечатляют. Так, что у нас касаемо тапчика, с тапчиком и с видом устройств? Ну, плюс-минус, наверное, неплохо, плюс-минус неплохо, и я бы, наверное, сказал, что здесь практически все для меня даже понятно, кто на чем играет. И что из себя каждое устройство представляет, ну, практически, да, за исключением, наверное, вот этого устройства, я не знаю, что это за устройство. Так, это, это тоже, как бы, вот этот скаут точно на рельсу, это на езиды устройство, это, что это такое? Ну, нет, все равно есть, есть такие устройства, которые я даже не понимаю. Не все, но есть, которые не понимаю, что они из себя представляют. Вот, но я думаю, что это вещь, к которой можно будет привыкнуть, и это ничего, в принципе, страшного. Да, вот это, наверное, Magnum устройство, которое было, да? А по панелям, что я скажу вам по панелям? По панелям, по панелям, ну... Почему она находится справа? Можно ли поменять ее расположение? Вот в чем вопрос. Можно ли поменять расположение этой панели? Графика, управление... Нет, нельзя, здесь нельзя, звук точно нет, графика нет, битва. Автоматическое сомничтожение, текстовые подсказки, игра. Нет, нельзя. Если будет право выбора оставить панельку расходки в том месте, в котором она находится прямо сейчас, я сейчас сенсор сделаю, еще поменьше, его можно было хоть чуть-чуть покрутить, иначе у меня сенсор прям супер большой для моей мышки. Мне очень непривычно. Если можно оставить было бы там, где эта расходка была, то есть по центру, да, то есть я, как игрок, который играет уже на протяжении длительного периода времени с той расходкой, которая была у меня раньше, я бы сказал, что для меня лично это было уже супер привычно, что справа, например, я видел радар, снизу по центру я видел свою расходку, и как раз-таки там показывалось мое хп и урон, да, то есть для меня, я считаю, что эта позиция была четко, и, ну, то, что, например, там хп ваше показывается и пушка перезарядка, да, снизу, ну, окей, ладно, я типа ничего не буду по этому поводу говорить, хотя, ну, то расположение, которое у нас было до этого, то есть меня полностью устраивало, да, сейчас же оно, как минимум, непривычно, да, то есть на первый мой взгляд оно непривычно стоит на позиции, и она, ну, тяжела, наверное, для меня лично, да, и то, что радар теперь слева сверху, то есть мне надо смотреть и за расходкой, и за радаром, и перекидывать взгляд сверху вниз, ну, это неудобно, это неудобно, это не та вещь, которая будет удобна для меня и для многих тех ребят, которые этим пользуются. Овердрайв окей, типа меньше размер, все хорошо, никаких у меня вопросов нету, а вот к расположению радара и к расположению расходки у меня есть вопросы. Можно панельку с здоровьем и с наносом урона перезарядкой оставить здесь сверху, так же само оставить расходочку здесь, где она была у нас по дефолту, и как раз таки расположение радара не менять. Если у нас будет право выбора стандартных панелей, которые есть сейчас на сегодняшний день в игре, да, и вот таких, да, то есть будет просто кнопка выбора, да, по дефолту, чтобы стояли эти панельки, либо как сейчас на тестовом сервере, то меня это вполне устроит, я поставлю себе так, как у меня есть на сегодняшний день в игре, и буду себя максимально комфортно чувствовать. Сейчас же с таким расположением, как минимум, придется привыкать заново, и боюсь, что как раз таки просмотр радара и расходки, это та вещь, которую нельзя будет делать прям одновременно и четко, да, то есть, ну я не знаю, как это можно кинуть один глаз вправо в нижний угол, второй влево, и чтобы смотреть две позиции, ну даже если я вот так возьму, я не могу все равно это сделать, даже если я с расстояния возьму, я не смогу это сделать, а если я не смогу это сделать, значит, для меня это будет неудобной вещью, хотя эти два параметра с точки зрения вашей максимально полезной и качественной игры, да, и в плюс это, ну как бы для киберспортивных всех сражений, да, это вещь, которая не совсем грамотно на сегодняшний день выглядит. Я так понимаю, что это может быть даже не конечный еще вариант, потому что, если я не ошибаюсь, то Орех в видеоблогах уже показывал не одну версию как раз-таки вот этих вот всех радаров, расходок и прочих вещей, и возможно это не конечная версия, которая будет еще переработана, доработана, либо расположение будет просто заменено на дефолтное, да, то есть со всеми другими параметрами по типу иконок и вот этих вещей, это все, что, все, к чему можно легко привыкнуть, я не вижу в этом вообще никаких абсолютно проблем, считаю, что это, ну, со временем так точно будет все хорошо, да, и, ну, такое обновление на сегодняшний день для HTML это, ну, вполне себе нормальная, адекватная вещь, я не вижу в этом ничего плохого. Единственное, вот то, что мне лично не нравится, это расположение панелей в тех местах, в которых оно сейчас есть на тестовом сервере, а так, в целом, прикольно, 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 я честно даже не ожидал, что на сегодняшний день у нас разработчики занимаются этой темой, и я даже как-то для себя уже про нее немножечко подзабыл и особо сильно на нее уже не обращал внимания. И тут, оп, сегодня выходит новость о том, что на тестовом сервере как раз-таки все эти интерфейсики в бою поменялись. То есть, возможно, это уже шаг к контрактам, и совсем скоро мы их увидим вместе с вами. Здесь в магазин как раз-таки зайти нельзя, чтобы посмотреть. Если бы можно было бы сейчас открыть магазинчик, то можно было бы как раз-таки посмотреть, может, там уже контрактики готовые имеются. И как раз-таки... А, нет, так нельзя, да, перейти, как раньше. Раньше можно было так перейти с панельки, но сейчас, я так понимаю, что не переходит. Вот, и может быть, уже совсем скоро контракты появятся в игре, это будет очень-очень круто. Пишите, что вы думаете по поводу нового обновленного интерфейса в бою. Хотелось бы узнать вашу четкую позицию. Согласны вы с моей точки зрения? Не согласны? Если не согласны, то почему? Напишите тоже в комментариях, обязательно поддерживайте данный видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Ну и, конечно же, не забывайте о том, что у нас есть уже целых три еще, вернее, два еще дополнительных канала. Ссылочки на них тоже можно найти в описании к этому видеоролику. Там тоже контент, интересный материальчик у нас появляется. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Пока.